Мы продолжаем наш круиз, мы продолжаем наше путешествие под теплым солнцем, теплыми водами Средиземного моря. Сейчас у нас четвертая остановка, это остров и республика Мальта. Мы с вами посетим два города, Мдина, это древняя столица Мальты, и Валетта, нынешняя столица Мальты. Мальта расположена очень удачно, практически посреди Средиземного моря, между Африкой и Европой. И, конечно же, с древних времен ее атаковали со всех сторон, потому что очень выгодное расположение. Наш корабль приближается к острову Мальта, рано утром, яркое солнце, было очень-очень тепло, это, наверное, был самый теплый день в нашем круизе. Ну и, в общем-то, это логично, потому что мы максимально приблизились к Африке. Температура воздуха, если я не ошибаюсь, в течение дня была где-то около 20 градусов тепла. Напоминаю, что сегодня 17 января 2018 года. Мы с нетерпением стоим в корабле и ожидаем высадку. И вот выскочили и бегом побежали по намеченному плану. Сначала вот этот лифт Барака. Лифт Барака, вот такое вот красивое сооружение, очень мощное, на котором мы поднимаемся сразу в верхний город. Верхний город, в сады. Эти сады называются тоже Барака, сады Барака. Они были открыты еще, если не ошибаюсь, в 16 веке. И в 17 веке уже были открыты для народа. Первоначально я нашел информацию, что они были даже с крышей. Но потом эту крышу сняли. И сейчас вот такие красивые арки. Это потрясающая смотровая площадка на залив, на порт. Вот наш корабль стоит, красавец. Он один такой тут большой. Мы говорим ему до свидания и идем путешествовать дальше. Здесь находятся несколько памятников Джеральду Стриклинду, Томасу Мэтленду, Уинстеру Черчиллю. Также была скульптура, вы видели, уличные мальчишки называется. И вокруг везде, вы видите, бетонная, огромная каменная крепость. Ну, потому что за Мальту бились, кто только не бились. И арабы, и испанцы, и англичане очень долго здесь рулили. Но где англичане еще не рулили? Как говорится, под английской королевой полмира было. Слава богу, что, как говорится, теперь они абсолютно свободны. А вот центральный такой фонтан, фонтан Тритон в городе. Он знаменит тем, что он открыт как раз к нашему приезду. Итак, мы садимся на автобус 53 и едем в город Мэттино. Мы с вами на острове Мальта. И отправляемся сначала в древнюю столицу острова Мальта, в республике Мальта, город Мдина. Очень древний город, ему 4000 лет как минимум, ученые говорят. Живет там примерно 300 человек в настоящее время. И от нынешней столицы Мальты, Валетта, примерно 30 километров. Полчасика на автобусе, пару евро платишь. Кстати, билет, по-моему, я могу ошибаться, может быть поправите, кто там тоже был. По-моему, билет берется на день. То есть покупаешь билет и целый день можно его использовать. Но мы не разобравшись, взяли билет и туда, и обратно. Движение автотранспорта на территории Мдина запрещено. Туда заезжают, конечно, вот как сейчас фургончик. Но это чисто специальный транспорт. Может быть электрики, может быть сантехники. Ну, в общем, что-то вроде этого. Можно здесь прокатиться на лошадке. На такой или карете, или пролетке. Мы спросили цену, а она нам показалась что-то очень дорогое. Там порядка чуть ли не 100 евро. А вот и мы собственные персоны. Ну, так скажем, познакомимся с вами. Мы редко бываем в кадре, поэтому уж простите, что изредка появляемся. Не ругайтесь сильно. А то тут мне написал один товарищ комментарий. Много раз ваша жена в кадре. Ну, извините. Прошу прощения, это мой фильм. Кого хочу, того и снимаю, как говорится. Но если вы посмотрите и другие фильмы, других блогеров по путешествиям, вы увидите, что 90% вообще полностью занимает его личной физиономией. Я так, конечно же, не делаю. А в кадре обязательно должны быть люди. И не всегда удобно снимать других людей. Поэтому моя супруга, как подопытный человек, она тоже возмущается, она не хочет быть в кадре. Я говорю, Алла, ну, обязательно кто-то должен быть в кадре. Иначе получается очень мертвый фильм, когда нет людей. Мы сейчас находимся с вами в кафедральном соборе. Кафедральный собор города Мдино. Он построен в самом конце 17 века. Хотя это, так скажем, восстановленный или заново восстановленный собор. Дело в том, что в 1693 году здесь было очень сильное землетрясение, которое разрушило половину города Мдино, и в том числе и кафедральный собор. А до этого в течение тысячи лет здесь были три других собора, как минимум. Это вот знаменитые надгробные плиты, где похоронены представители Мальтийского ордера. Очень красивые плиты надгробные, очень яркие, сделаны из цветного мрамора. Мельчайшая работа, дорогущая работа. И весь пол в соборе кафедральном выслан этими плитами над могилами рыцарей Мальтийского ордера. Вы знаете, первое время я пытался в соборе ходить не по этим плитам. Пытался как-то их обойти, но в центре собора это сделать невозможно. Плита к плите. Я уже пытался ходить как-то по разделу между плитами. Ну, неудобно, у нас как-то в России не принято ходить по надгробиям. А где-то я когда-то читал, то ли во Франции, то ли в Лондоне, что специально в древние времена, в средние века хранили, делали надгробные плиты в соборах и в храмах. Тем самым показывая, что все смертные, тем самым показывая, что без разницы, царь ты, король ты, рыцарь Мальтийского ордера или простой человек, место у вас будет одно. Недалеко от кафедрального собора такая очень замечательная, красивая, яркая церковь. Даже какое-то время эта церковь была как кафедральный собор, как раз когда землетрясение разрушило кафедральный собор, а эта церковь была свеженькая, только построенная, и она выдержала это землетрясение. Отправляемся дальше гулять по городу Медина. Город очень древний, старый, узенькие улочки. Строили еще в начале его когда-то арабы. И вообще слово Медина, вы сами понимаете, это слово арабское. В общем-то имеет корень от местности Медина. Мы сейчас выйдем с вами на замечательную смотровую площадку, на край крепости. Это же город-крепость. Все города в Средневековье были городами крепости. Иначе невозможно было выжить, потому что постоянно были все равно же пираты, бандиты и прочие люди, которые хотели быстро и эффективно обогатиться. Ну а как это можно сделать, только взяв оружие и ограбив кого-нибудь. Поэтому, конечно же, города Средневековье, это все города-крепости, которые сооружали огромные стены и защищали свою жизнь, защищали те богатства, которые были накоплены в течение многих поколений. Очень хороший город, рекомендую. Несложно сюда добраться. Полчаса на автобусе, недорого. Автобусы ходят часто, примерно каждые 10-15 минут от центрального автовокзала столицы Мальты, Валетта, вот возле фонтана, я вам показал этот фонтан. И прямо возле этого фонтана находится большой автовокзал, с которого можно доехать до любой точки Республики Мальта. Мы находились, стоптали ноги. Тут такая небольшая кафешка, прямо возле автовокзала Медина. Мы видели, наш автобус уже стоял, ждал, выпили кофе, сели автобус и отправляемся дальше на разведку, на исследование острова Мальта. Нас ждет Валетта. Валетта – столица острова Мальта. Не уходите далеко. Мы продолжаем с вами прогулку по загадочному, красивому острову Мальта. Из древней столицы Медина мы возвращаемся на том же автобусе номер 53 в нынешнюю столицу Валетта. Вышли мы чуть-чуть пораньше, чем конечная остановка, чем автовокзал, увидев красивый храм. Выскочили из автобуса и попали вот на такую интересную площадь. Что это такие за пупырышки, запрыщики торчат, я не знаю, но предполагаю, что, наверное, тут какие-то колонны стояли. Вы знаете, я не нашел в интернете про эту площадь ничего такого интересного. Такая замечательная бабушка нам встретилась в кафе, потому что мы, выйдя из автобуса не там, где надо, немножко заблудились. А бабушка оказалась русской. И вот мы на центральной улице города Валетта. Такой маленький какой-то карнавал встретили. Я не знаю, что это за карнавал, но предполагаю, один из вариантов, возможно, такая красивая реклама какого-нибудь магазина. Тут очень много всяких бутиков. Но они нам здорово подняли настроение. Мы просто после этих ребят шли и долго-долго улыбались, как дурачки. Я и Алла Кошка. Очень жизнерадостный город. Очень какой-то молодой город, несмотря на всю свою древность. Кстати, что мне заинтересовало, что я нашел в интернете, и эта новость мне очень понравилась. Вот в прошлом году, в 2017 году, если брать все свадьбы, которые были сыграны на острове Мальта, то около 25% свадеб было сыграно с участием русских. Почти все девушки. Ну, понятно, девушки наши в цене. И есть и парни, которые нашли себе Мальтийку, если я правильно говорю. Вот такой интересный факт. Собор святого Иоанна. Это главный собор, кафедральный собор рыцаря Мальтийского ордера. Наше внимание привлек не только сам собор, который очень красивый, очень яркий, очень богатый. Вот, если видите, вход в 10 евро. Я специально сейчас по просьбе зрителей снимаю цены, потому что у меня лично из головы все вылетает. 10 евро вход для взрослых, и там некие цены для пенсионеров, детей. Этот собор не только привлек нас своей красотой, богатостью интерьера, не только тем, чем привлекает нас собор, например, в Италии, о чем я вам часто рассказываю, что каждый собор – это музей. А здесь находится знаменитая картина. Картина Карабаджо. Карабаджо считается, что это лучшая картина итальянского мастера Карабаджо. Кстати, единственная картина, которую он лично подписал. Помните, когда мы были с вами в Ватикане, кто смотрел фильм, там стоит знаменитая Пьета Микеланджело. Это, кстати, единственная скульптура, подписанная Микеланджелом. А здесь картина Карабаджо подписанная, и тоже единственная. Вот такая вот аналогия. И то и то произведение считается лучшим произведением данных величайших итальянских мастеров. Вот видите пол. Если кто не смотрел мой фильм о древней столице Мальты, я скажу, что это не просто яркие картины на полу, а это могильные плиты рыцарей мальтийского ордера, которые здесь похоронены в соборе. Итак, вот она, эта знаменитая картина. Где-то пишут обезглавливание святого Иоанна Крестителя, где-то усекновение головы святого Иоанна Крестителя. Картина очень сильная. Настолько сильная, что, в общем-то, легко перед этой картиной впечатлительному человеку даже потерять сознание. И такие факты есть. Мне лично было не по себе. Караваджио считается очень сильным художником, особенно в плане использования светотени. Если вы не знаете, то я вам скажу, что фотография, а я фотограф, фотография вообще переводится с латинского как «рисунок тенью». Так вот, лично я Караваджио считаю величайшим художником-фотографом. Ну, в кавычках. То есть, это художник, который потрясающе пользовался светотенью, и его картины настолько натуралистичны, настолько натуральны, что напоминают реальную, натуральную фотографию. Поэтому так сильно воздействие этой картины, которая была написана, кстати, и заказана, было написано Караваджио по заказу рыцарей Мальты. И когда они ему спросили, мол, дадим вам любые деньги, просите, что вы хотите за вашу работу. Караваджио попросил принять его в рыцарей Мальтийского ордена. И это было сделано. Так гласит история. Я не был свидетелем, но так гласит история. Если я где-то ошибаюсь, поправьте меня. Мы находимся на таком втором этаже храма, собора, кафедрального собора Мальты, кафедрального собора Валетты. Вот отсюда открывается такой замечательный вид. Вот видите, надгробные плиты. Сколько их. Просто весь пол. А мы продолжаем нашу прогулку по Валетта в столице Мальты. Прямо возле кафедрального собора стоит такой памятник. Портрет молодой женщины и какие-то современные записи. К сожалению, я так и не понял, о чем идет речь. Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста. А мы продолжаем гулять по древним улочкам города Валетта. Везде еще видны следы недавних новогодних праздников, Рождества. Огромные гирлянды по длине всей улицы развешаны на стенах домов. Такая очаровательная церквушка нам попалась. Санта-Барбара. И название красивое, романтичное. 16 век. Очень маленькое и уютное. Даже захотелось немножко посидеть на этой лавочке. Посмотреть на эти красивые фрески. Но нас ждет корабль. Нам надо идти. Где-то в 18 часов вечера наш корабль отправляется дальше. Мы опять в верхнем парке барака на знаменитой смотровой площадке, откуда открывается чудесный вид на весь порт, на залив. Закатное солнышко продолжает греть. Дует легкий ветерок. Мы стояли и не хотели уходить. А вот наш огромный дом-корабль. Представляете, какой он высоты и какого он размера. Мы стоим высоко на берегу, на крепости. Корабль такой же высоты. Вот с этих пушек, насколько я знаю, по-моему, в 12 часов дня как у нас в Санкт-Петербурге раздается залп из орудия. Это древняя традиция, которая до сих пор поддерживается. Ну, братан мой. А вот лифт, на котором мы поднимались, если вы помните. Ну, мы решили совершить романтическую прогулку и пройтись пешочком. Вот она, Мировиглия. Стоит. Двигатели урчат. Весь корабль пронизил на такая мелкая дрожь. Руками, ногами мы почувствовали, как заработали двигатели. И мы покидаем остров Майта с легкой грустью. Не знаю, вернусь ли когда-нибудь я сюда. Не знаю. Но замечательная страна, замечательный город. Я думаю, здесь, конечно же, есть что еще посмотреть. Не только в течение одного дня, но и недели. Закат был просто потрясающий. я его и снимал то фотоаппаратом, то видеокамерой. Никак не мог остановиться. Когда я монтирую фильм, знаете, что для меня самое тяжелое? Это когда вот сняты множество таких замечательных кадров, вот так сейчас с закатом солнца. ведь нельзя все поставить. Слишком долгий и длинный фильм будет. Нудный а хочется, чтобы фильм понравился всем. И надо удалять. Удалять вот эти кадры, вот эти маленькие ролики. Очень жало. Я прекрасно понимаю, что каждый ролик, который я удаляю, он больше никогда не появится в этом среде. Поэтому у тех, кто считает, что ролик должен быть покороче, я прошу прощения. Немножко затянул. Зато посмотрите, как красиво. закат солнца это вообще чудеснейшее явление природы. Когда это происходит еще на берегу моря, то он по всему и дважден. Древняя Мальта остается позади. А у нас впереди целый день моря. До Барселоны мы будем идти целый день моря и только послезавтра утро мы туда придем. Не уходите далеко, наши путешествия продолжаются.